Торнадо Энерджи. Это шквал энергии, ураган эмоций и настоящий пихарь из 11 невероятных вкуса. Торнадо Энерджи. Мощный заряд энергии. Здарова, ребят. Разработчики выкатили на супертест вот такую вот... Блин, шайтан-машину по-настоящему прям. Это легкий танк Франции 9 уровня. С самой сложной механикой из всех, что я видел. Но мы тут с вами видим, как минимум, качающуюся башню. Да? Нет? Да? Вот она. Необитаемая, судя по всему. Но тут некому поселиться. Так вот, ребят. Французский ЛТ 9 уровня. Про броню, да, у ЛТ мы не говорим. Но здесь 30 миллиметров, 90, 65, 30, 40. 30, 40. Про броню тут не говорим. В общем-то, у ЛТшки одна из самых сложных механик в игре, которые я когда-либо встречал. Три танкиста в экипаже, значит, командир, наводчик, водила. По модулям. Пушка с альфой 250, пробитием 200 ББшкой, 240 под калибром и 53 фугасиком. Ладно. Про механику. Это очень интересно. У танка, как вы видите, два режима работы двигателя. Ну, вот здесь это лучше видно. В турбо-режиме 1400 лошадиных сил. Или почти 50 лошадиных сил на тонну. Это очень много для легкого танка. Я даже не знаю, у нас у Ебро столько есть, нет? И в обычном режиме тоже очень много. 1000 лошадиных сил. Или почти 34 лошадиных силы на одну тонну веса. Подобную механику мы с вами у КСки встречали. Да? Нажимаете турбо. Разброс на весь экран. Стрелять, сводиться неудобно. Зато носитесь, как угорелые. Максималочка в турбо-режиме. 78 км в час. Это много. И 45 ребят назад. Это дохренища. В обычном режиме 55 вперед, что немного для ЛТшки, но нормально. И 20 назад, что приемлемо. Почему же я назвал эту механику одной из самых сложных? Дело в том, что на работу двигателя в турбо-режиме здесь еще и завязан барабан. Барабан здесь необычный. Перезаряжается, как вы видите, 44 секунды. Перезарядка между выстрелами 3,5 секунды. Всего 6 снарядов в магазине. Но у этого барабана всего лишь 2 кассеты. Вы нажимаете вот так клик, и он делает пау, пау, пау. За 1,2 секунды. Не, вру. За 0,8 секунды. 0,4 перезарядка, короче, секунды. То есть первый выстрел, второй, третий. 0,8 секунды. Он делает 3 выстрела по 250. Вы на это никак повлиять не можете. Он пау, пау, пау. Вот пом-пам-пам. Еще раз кликнули, и оставшиеся 3 выстрела улетели. Все. По сути, 750 плюс 750, полторы тысячи вы можете потенциально за барабан урона нанести. Если получится, разумеется. Если же вы находитесь в турбо-режиме, у вас быстрый танк, 1400 кобыл, хотел сказать под капотом, ну ладно, за башней, то у вас не 6 снарядов в магазине, а 4. Перезарядка между выстрелами уже 0,6 секунды. И один магазинчик, вот этот, кассета, содержит всего 2 снаряда, а не 3. Пау, пау. Три с половиной секунды перезарядились. Еще сделали пау, пау. Ушли на 44 секунды перезарядки. Как это будет работать, я думаю, у вас первый вопрос. Если я зарядился на 6 снарядов, потом переключил турбину сюда, будет ли сбрасываться магазин, или перейдет сразу на 4 снаряда автоматически, 2 потеряются, я понятия не имею. Надо катать, надо смотреть, как это все работает. Но механика сложная, согласитесь. Надо выбирать турбину, для того, чтобы дамажить, переходить в обычный режим, для того, чтобы светить эффективно, переходить в турборежим. К хорошему, турборежим никак не влияет на маскировку. Она здесь, кстати, слабенькая достаточно. И на обзор. Что делает его неплохим турбосветляком на 9 уровне. Правда, 390 метров надо будет еще и раскачать. Короче, светляк интересный, сильный, уже видно, что сильный. И как светляк, и как дамагер. Но, опять же, супертест, все может поменяться, могут нерфануть, апнуть, ну, сильно маловероятно. Это не единственный танк, который вышел на тест. Есть еще вот такой вот танчик, который называется Проект М. Это американская СТ-шка 8 уровня. Как вы видите, здесь еще моделька не готовая. Танк еще будут дорабатывать. Но мы уже с вами видим, что здесь какая-то интересная система экранов. Давайте посмотрим, что по броне. Во лбу 160 брони и 65 экраны. Плюс наклоны. Итого больше 370 вот здесь. Здесь 340, 500, 390, 580, 330, 400, 500 привиденки. Оп, нашел, где-то было. Ага, слабые места. 38, 38. Как всегда, у разработчиков не забалуешься. А что здесь у нас? А, это дальномер, видимо. Блин, все испортили, а? И лючок. Все было так хорошо, пока на дорогу не вышли вот эти вот два дальнобера. Под башней тоже. И тут, кстати, все неплохо. ВЛД, посмотрите, какое жесткое. Оно тоже, как у Супер Першинга. Закрыто экраном. И тут экран 65 миллиметров. Мое почтение. Слушайте, на дистанции... Углы склонения 10, 10. На дистанции сложной целью будет. Ну, лючок большой, конечно. А борта? Блин, 76. И есть экран. Вот это тоже экран. 30 миллиметров. Ну, жопа хоть без экрана. Вот здесь нет экрана. А не есть экран. О, ну, аж выше этих поднимается. Выше корпуса. Ничего себе. Давайте взглянем на коллизии. Блин, ну, вот сюда будет пробиваться. Через каточек можно дамажить. Хотя... Ну да, можно. Чуть ближе вот эта часть бьется. Но опять же, вот он стоит снизу вверх. И все. 300. И пушка просто на вас смотрит. Только вот эти места. А, стоп. А почему 200 показывает? Ага. А потому что, когда мы снизу вверх смотрим, мы только пробиваем экран. А здесь брони нету. Вон оно что. Вот так можем выцелить. Короче, от башки сильный танк будет. От башки. А вот сюда. Блин, даже сюда не пробивает. Смотрите, даже здесь экраны. Не, сильная машина по броне. А что по орудию? 320. Кстати. Вариантов пуш, кстати, 10 уровня. Ничего себе. Ну, это все номинально. А что по пробитию? 300 пробития. Слушайте, для восьмерки пробитие 300. Пусть и даже кумысам это неплохо. 9,2 перезарядка. 320 альфа. На восьмом уровне это эстет. Это даже не тяж. Но точность никакущая. Сведение почти 3,2,9 секунды. Урон в минуту так себе. Мощность двигателя, кстати, 17 лошадок. Это немало. И максималка 40. Если грунты не занерфлены, будет подвижный. И 390 обзор. О, ребята, две интересные машины. Ну, первый меня вообще поразил. Этот, ну, это, ну, это более классика. Все, спасибо, что смотрели. Надеюсь, было интересно. Ставьте лайкос и пока-пока.